Девочка-пай Девочка-пай Здравствуйте, дорогие мои взрослые и ребятишечки Здравствуйте всегда и не болейте Потому что наступило лето А летом болеть, ну, совершенно-совершенно некогда Разбросало по опушке солнце рыжие веснушки Собирают девочки, собирают мальчики Не малину, не грибы, а дуванчики Прибегут домой с цветами в золотых веснушках сами Добрый-добрый день, все наши читатели и зрители А мыши большой желтый привет Ух ты, как здорово! Здравствуйте, Людмила Валерьевна! Вот спасибо, хорошо! Теперь я вся-вся-вся в одуванчиках Пожалуйста, мыша! А всем ребятам чудесный денек 1 июня Пожелаю воздушных шариков, подарков и прочей радости Потому что... Ой, а я знаю, потому что школа закончилась на все-все лето Ура! Каникулы! Все верно! Но есть еще одно замечательное событие Это праздник под названием День защиты детей Ой, а я уже хочу праздновать! Я вообще, знаете, какая защитница! Я вот всех-всех люблю защищать и детей, и взрослых, и зверей, и даже природу А у меня и ружье есть, так что я готовая! От кого будем защищаться? Нет-нет, мышенька, ружье не понадобится Ружье убираем, разоружайся! Хм... И вот мы сейчас во всем и разберемся Ну, давайте! День защиты детей – большой международный праздник Впервые он был проведен в 1950 году Когда мудрые взрослые решили, что все дети на земле нуждаются в помощи и защите Бывают ведь опасные болезни А еще бывает, что дети остаются без родителей И еще случаются злодеи, которые обижают маленьких Эх, а еще детей надо обязательно спасать от войны Совершенно верно! Дети вообще не должны бояться А наоборот, почаще радоваться Вот и у нас в городе на празднике Дети веселятся на площади Бегают, прыгают, поют, рисуют И едят мороженое Ах, вот это здорово! Первое июня Наступило лето И теплом июньским Вся земля согрета Змей бумажный Пляшет где-то в облаках Вот какое счастье у меня в руках И бегу со смехом я навстречу дня Эй, попробуй ветер, догони меня Первое июня День больших затей День защиты в мире Маленьких детей У международного дня детей Есть флаг Вот, посмотри, мыша Какой яркий Ага Очень приятный зеленый цвет Это цвет жизни и гармонии А в серединочке, погляди Знак земли А земля наш общий дом Да-да-да А на земле стоят Человечки разноцветные Это дети Которые везде живут на нашей планете А я знаю, Людмила Валерьевна Почему они разноцветные Рассказать Расскажи, Миша Это просто Потому что их сами дети Нарисовали однажды Разноцветными мелками Разноцветным мелом На асфальте сером Я рисую радость Из цветастых радуг Рядом с ними солнце Не одно, а много Желтый свет струится Прямо на дорогу Как воздушный шарик Нарисую смех Лопнет этот шарик Рассмешит он всех Счастье нарисую Вот оно какое В розовый горошек Светло-голубое Рисовал я мелом Белым, синим, красным Был асфальт весь серым Стал асфальт прекрасным Прекрасное занятие Рисование на асфальте И такое пространство Для творчества Гораздо больше Альбомного листа И главное У всех художников Отлично получается Но кроме картинок Можно ведь нарисовать И полезные вещи Какие это полезные? Ну, например Полезные классики Чтобы попрыгать вдоволь Да не одному А с товарищами А-а-а Если есть кусочек мела Для него найдется дело Пять минут И на асфальте Смело школу открывайте Раз, два, три, четыре, пять Можно в классике играть Прыг-доскок Прыг-доскок С поворотом Прямо вбок Прыг-доскок Прыг-доскок Вот и кончился урок Раздается смех веселый Целый день открыта школа Самый главный в ней предмет Смех Главней предмета нет Потому-то в школе этой От детей отбоя нету Эх, хорошо Я даже и сама сейчас Попрыгала немножко Вот невозможно Постоянно сидеть на месте Нужно двигаться Бегать и прыгать Если нет у вас меча Если нет скакалки Если не с кем поиграть В бадминтон и салки Вы поблизости тогда Поищите лужи Уверяю Лужи вас развлекут не хуже Лужи Какое прекрасное Мокрое и грязное развлечение Но очень важно Чтобы это хождение по лужам Не обернулось простудой А иначе Тогда придет к вам Мистер Который вирус Как такое получилось Из далеких южных стран К нам приехал мистер вирус Хоть никем и не был зван Он без визы к нам пробрался Чтоб злодея изловить Интерпол за ним гонялся Но не смог остановить Он легко Непринужденно Входит в каждый встречный нос И вселившись незаконно Веселится там до слез Слезы льет владелец носа Он чихает Он охрип Для врачей тут нет вопроса Мистер вирус Это грипп Да Грипп это плохо Грипп это плохо И противно А вы знаете что Людмила Валерьевна Я вам в ответ Прочитаю стишок Про человека Для которого Всякие инфекции Это хорошо Да разве есть такие люди А вот послушайте На улице слякоть На улице холод Сегодня нежданно Нагрянула в город Гражданка солидной комплекции По имени Тетя инфекция Она целый день Наносила визиты Подарками два саквояжа Набиты Ведь в гости Не хочется даме Являться с пустыми руками Дарила инфекция Не шоколадки А кашель и насморк Чуть-чуть лихорадки Немного озноба И боль головную Ну где еще Щедрость найдете такую Никто к тем подаркам Однако не рад И тетушку в дом Приглашать не хотят Ей очень и очень обидно И как этим людям Не стыдно Они себя с дамой Ведут неприлично И дверь перед ней Закрывают обычно Приветлив с инфекцией Только Петров Который к диктанту Опять не готов Так это Иван Петров Известный лентяй Который учиться не любит А любит лениться Лежа на диване Две недели Мальчик Ваня На диване пролежал Две недели Ваня думал Думал И соображал Раз меня зовут Иваном И отца Иваном звать Значит я Иван Иваныч Как же этого не знать Ерунду такую помнить Не такой уж Сложный труд Почему ж Иван Диваныч Все подряд Меня зовут Иван Иваныч Смешно Для того Чтобы мне Не стать Людмилой Дивановной А тебе Мышей Кроваткиной Предлагаю Заняться зарядкой Ой здорово Да и ребятам Зарядиться не помешает Делай с нами Делай как мы Да Семь раз по три И пятью пять Мы начинаем Колдовать Кто любит сказку Больше всех Пускай поднимет Руки вверх Кистями потрясите Скрестите Опустите Пять раз По девять Сорок пять Мы продолжаем Колдовать Ногами Трижды Хтопните Руками Трижды Хлопните Кто верит В сказку Горячо Соседу Руку На плечо Присели Встали Это море Так плещут Волны лукоморья Как тридцать три Богатыря Идем Доспехами Горя Подпрыгнули Взлетели И возле дуба Сели Отлично Молодцы Да И вся наша команда Теперь бодра И весела И с хорошим Настроением И с таким же Точным настроением Я предлагаю тебе Мышенька Прочитать Очень бодрое Стихотворение Про жизнь Совсем не скучно Ой, согласна Жизнь моя Не праздная А очень Очень разная Иду пешком Я пешеход Смотрю кино Я зритель Ведущенка Собаковод В музее Посетитель Я в парикмахерской Клиент И ученике В школе Для доктора Я пациент Болельщик На футболе И даже Дома Разный я Сынок Внучок Братишка Бывает Бабушка Любя Зовет меня Малышка Еще рыбак Я И турист Сосед Грибник Читатель Товарищ Гость И хоккеист Художник Покупатель Бываю Очень разным Я Бываю Ну и что же Ведь я Для всех Кто знал Меня По-прежнему Сережа Чудесный Чудесный Стив По нему Можно выучить Как мы По-разному Можем Называться Пациент Рыбак Турист Товарищ А ты Мыша Можешь Что-нибудь Добавить К этому Списку Конечно Легко Вот Например Я Собеседник Вернее Собеседница И очень Интересная Вот Или еще Я настоящая Телезвезда Здравствуйте Товарищи Сегодня Вы Увидите То Что Раньше Никогда Не видели Да-да, Мыша, ты красавица Телезвезда Поэтому постоянно любишь смотреться в зеркало Люблю Я свой портрет везде найду И в каждой луже, и в пруду В любой витрине тоже есть на меня похожий Я отражаюсь хохоча И в инструменте трубача И в чашке, и в окошке И даже в чайной ложке Кто тебе портреты рисовал? На них я самый разный Как спичка есть и как овал А есть шарообразный А вот счастливый самый В глазах у папы с мамой Эх, здорово! Это значит, что родители Любят ребенка больше всех, да? И это у них в глазах отражается, правда? Ну, конечно, это так А в ваших глазах я отражаюсь? Ой, Мыша, обязательно отражаешься И не только в глазах, но и в очках отражаешься Люблю тебя, Мыша Ой, и я вас тоже Ой, как приятно слышать Но нам все-таки надо продолжать разговор Давайте Вот взяла я почитать очень одну веселую книгу любящего папы Вот она какая Михаил Ясиновский Ур-юр-выр Ой, а я знаю, как это переводится Ур-юр-выр Ура-юра-вырос Верно Так вот с мальчиком Юрой из этой книжки Который вырос Случаются всякие разные приключения Вот я бы даже сказала Происшествия Ой, а давайте про пуговку почитаем Давайте Отлично У мальчика Юры в квартире тревога Он пуговку съел с мехового пальто Ни мама, ни папа теперь не помогут Теперь не поможет никто и ничто А пуговка на языке поскользнулась Упала на самое дно живота И там в темноте беспросветной очнулась С испугу сидит и считает доста От страха у ней поднимается дыбом Оставшиеся нитки густой волосок И толстых кишок бесконечные трубы Доносят до Юры ее голосок Я вовсе не думала здесь очутиться Я, может быть, с детства боюсь темноты За это нахальство, за это бандитство За это бесстыдство поплатишься ты Ты будешь ходить с животом на распашку Я пузо твое изнутри расстегну Чтоб тотчас покинуть свою каталажку А ты запоздала признаешь вину Но больше тебе никогда не наестся Все будет в отверстие прочь вылетать Запомни вперед Неумно, неуместно Полезные, ценные вещи глотать Ой, мыша, а тебе не кажется Что случай этот какой-то страшноватый Говорящая пуговица, которая угрожает Да ну что вы, Людмила Валерьевна Это только кажется Но это же шуточки такие Расстегнул пол за навсегда и все такое Но мы ведь сегодня не пугаем наших читателей А их защищаем Действительно, да Значит, стихотворение про доктора со шприцем Не может никого абсолютно напугать Доктор, он же добрый Да? Но мне надо в этом убедиться Ну ни капельки не больно Как комарик укусил Это доктор про прививку мне с улыбкой говорил Мама тоже улыбалась Только криво как-то в бок Значит, видно, сомневалась Что укус пойдет мне впрок И пластмассовые звери в кабинете на окне Тоже, кажется, не верят Что не больно будет мне И как раз комар на даче Укусил меня вчера Ох, больнее будет, значит Шприц ведь больше комара Не могу, скажу вам прямо Улыбаться я врачу Но поскольку свою маму огорчать я не хочу Я не стану возмущаться Громко плакать Вырываться Покажу ему язык Он же доктор Он привык Ну что ж Показать язык Это не самый плохой поступок Хотя, может быть, не самый вежливый Некоторые дети при виде врача Плачут Колотят ногами Визжат Царапаются Или просто лезут под кровать Безобразие это Я вот так никогда не делаю Вот и молодец А для всех других детей Поэт Ирина Гамаскова Дает советы Айболита В день защиты всех детей И самозащиты Уж, пожалуйста, дружок Этот стих прочти ты Не беги от докторов Говорим здрасте Ведь они спасают нас От любой напасти Детям врач Совсем не враг Нам враги болезни Так чего же вы от врача Под кровать полезли Доктор даром наделен Знанием особым Как он вдарит по зубам Вирусом микробом Защищая жизнь твою Как вратарь ворота Врач болезни столько раз Отбивал с налета Он лечил желудок твой Легкие и гланды Помогай ему Или ты из другой команды Нет, нет, нет Я думаю, что мы с ребятами Из правильной команды И на этой хорошей ноте Можно было бы закончить Нашу сегодняшнюю встречу, но А может быть мы еще Что-нибудь смешное прочитаем, а? Вот и я хочу предложить Вместе нам прочитать стихотворение Королева заболела Которое написала Галина Дядина Ой, давайте, давайте Прочитаем Как-то раз у королевы Разболелись зубы вдруг Справа пять и десять слева А всего пятнадцать штук В чем причина Что такое Королева не поймет И соленою рекою Слезы льет, как водомет Позвала она донтиста Из придворных докторов Тот сказал Во рту все чисто Каждый зуб у вас здоров Как же так Больная плачет Каблуками топоча Вы негодный доктор, значит И уволила врача Ну а зубы ноют хором Продолжает свой мятеж Хоть скачи по коридорам И всю жизнь теперь не ешь Позвала она другого Представителя врачей Но и он сказал ей снова Зубы крепче кирпичей Не живут на них микробы Я не вижу ни дыры Ваши зубы высшие пробы Позавидуют бобры Разозлилась королева Вот так лекарь и теперь Чуть не лопнула от гнева И пинком его за дверь А потом приехал третий Самый главный зубовед Красный крестик на карете И мигалки яркий свет Он назвал диагноз прямо Боль в зубах не просто так Пять болеют за Динамо Остальные за Спартак Предлагаю сразу взвесить Сколько будем выдирать Либо тех, которых десять Либо тех, которых пять Королева сжала губы Вырвать пять зубов за раз И напуганные зубы Поутихли тот же час Так что больше не болели И не ныли с этих пор А сверкали и белели Как на верхонький забор Вот какое полезное стихотворение И вот какая несерьезная Галина Дядина поэт И с ее книжками Мы еще обязательно встретимся Ой, это хорошо Тогда до новых встреч Дорогие зрители И уважаемые читатели На передаче Мышкины книжки И в детской библиотеке Пока-пока В детской библиотеке Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон